В этом видео мы посмотрим, как создать шаблон сертификата для вашей онлайн-школы. Выглядеть это будет следующим образом. Когда ученик будет заканчивать курс, если вы активируете эту опцию выдачи сертификата, то в личном кабинете после окончания курса у него появится кнопка «Скачать сертификат». При клике на эту кнопку будет открываться PDF-файл с сертификатом, где будет подставляться название курса, имя ученика, и ваш ученик сможет скачать данный сертификат. Итак, для того, чтобы сделать такой шаблон, перейдите в админку вашего сайта, дальше перейдите в раздел «Плагины» и отключите плагин, который называется Classic Editor, если он у вас активирован. Возможность создать шаблон сертификата только в Гутенберге, то есть в редакторе Гутенберг. И если вы активировали Classic Editor, то нужно его на время деактивировать. То есть вы создадите шаблон, затем прикрепите этот шаблон сертификата к вашему курсу, и можете снова активировать Classic Editor, если вы им пользуетесь. Итак, я деактивирую данный плагин. Дальше переходим в раздел «ВП Курс В» – «Курсы». Открываем тот курс для редактирования, к которому вы хотите прикрепить сертификат, то есть у вас могут быть не все курсы с сертификатами. Нажимаем «Изменить». Дальше переходим в настройках в раздел «Сертификаты» и активируем опцию «Да, генерировать сертификат». Нажимаем «Обновить». Дальше переходим в раздел «ВП Курс В» – «Сертификаты». Нажимаем на кнопку «Добавить». Придумываем название нашему сертификату. Это нужно для вас, чтобы вы знали, допустим, вы можете создавать несколько сертификатов, несколько шаблонов, и чтобы вы знали, какой сертификат вы в данном случае настраивали. Итак, у меня сертификат для онлайн-школы. Дальше давайте сразу же его опубликуем. Нажмем на кнопку справа вверху «Опубликовать». Еще раз «Опубликовать». Дальше нам нужно выбрать шаблон. Нажмите на кнопку «Селект темплейт». Дальше разработчики плагина «ВП Курс В» предлагают нам три шаблона на выбор. К сожалению, на данный момент, когда я записываю это видео, «Blank темплейт» – третий шаблон не работает, он несовместим с Гутенбергом. Сейчас решают этот вопрос, и как только вопрос решится, я запишу отдельное видео, как создать на чистом шаблоне, пустом шаблоне, такой сертификат. Сейчас мы можем использовать первый шаблон или второй. Итак, я выбираю шаблон номер один. По центру у нас настройка сертификата. Здесь есть текст, который мы можем поменять, есть переменные, которые будут подставляться. Например, «Course Title» и «Student Name» – это переменные, которые будут подставлять вместо вот этих переменных имя ученика и название курса вашего. Также вот инструктор, имя инструктора тоже будет подставляться автоматически, дата будет тоже автоматически, оценка, если у вас есть викторины, тоже будут здесь отображаться автоматически, и вы сможете сгенерировать еще номер сертификата. Все остальное мы можем заменить. Итак, первая строка «Certificate of Completion». Кликаем сюда левой кнопкой мыши, появляется голубая граница вокруг, и с правой стороны в разделе «Блок» появляется строчка «Enter Certificate Text», то есть добавьте название сертификата. Здесь мы прописываем текст, который вам нужно. Например, «Сертификат о завершении курса». И дальше у нас идет название курса. Следующая строка «This certificate is awarded to». Кликаем сюда левой кнопкой. Дальше с правой стороны в разделе «Блок» тоже меняем здесь текст. Например, «Выдан студенту». И следующая строка «Student Name» здесь у нас подставится имя студента. Дальше нижняя часть делится у нас на три блока. Первая – это подпись и имя инструктора, либо куратора. Второе – логотип, либо фотография печати. И третья – это информация о курсе. Итак, с левой стороны кликаем на картинку. И здесь вы можете загрузить подпись руководителя или автора курса. Заранее подготовьте эту подпись. Вы можете сделать в Photoshop рукописным имя, фамилию, либо написать подпись на бумаге, сфотографировать ее, обработать и сделать в обычном формате, и сюда загрузить. В общем, вариантов много. Главное, чтобы это была картинка размером 340 по ширине и 80 по высоте. Это очень важно. Если вы сделаете другие размеры, то она будет искажаться на финальном варианте сертификата. Итак, я заранее подготовила картинку. Нажимаем с правой стороны «Upload image». И вот у меня такое изображение. Еще раз обращаю внимание на размеры. 340 на 80. Выбрать. Отлично. Имя инструктора. Дальше у нас внизу идет эта переменная, которая подставит имя автора курса. Я покажу еще в дальнейшем, как вы можете назначать куратора, чтобы здесь подставилось имя куратора. Не ваше, как администратора сайта, а куратора, если у вас такое имеется. И вторая строчка «Text Entry» это произвольный текст, который вы также можете поменять, либо удалить. Здесь вы можете указать должность, либо кто этот человек, либо просто убрать этот текст, оставить только имя. Итак, кликаем левой кнопкой мыши. Дальше переходим с правой стороны в блок, спускаемся ниже. И вот здесь у нас, собственно, этот произвольный текст. Я его убираю, «Text Entry» у меня здесь ничего не будет, только имя инструктора, автора, точнее, курса. Дальше, посередине у нас картинка. Кликаем левой кнопкой мыши, и сюда я загружу изображение печати. Здесь также вы можете загрузить просто логотип вашего сайта, вашей онлайн-школы. Опять же, здесь важны очень размеры. Кликните левой кнопкой мыши, и с правой стороны вы увидите необходимые размеры. Ширина 320, высота 240. Обратите внимание, не наоборот, да, то есть это прямоугольная картинка. Ширина 320, 240, высота. Подготовьте заранее это изображение. Нажмите «Upload image» и вставьте эту картинку по центру. Хорошо. Дальше, следующий, третий блок внизу, «Text entry» и «Процент оценка». Это имеется в виду оценка за пройденный курс. Эта система сработает только в том случае, если у вас есть викторины, то есть если вы прикрепляли тесты и викторины к вашему курсу. Если тестов и викторин у вас нет, то оценка здесь не высветится и будет просто вот так вот в качестве процента и непонятно, собственно, за что. Тогда вам нужно вот это все удалить. Кликаем левой кнопкой мыши «Text entry». Здесь вот вверху «Text entry» просто удаляем. Если вы удалите здесь вот этот текст, то потом уже вот в этот сертификат вернуть его невозможно, поэтому сейчас просто заранее подумайте, что вы хотите делать. Есть у вас тесты или нет? Вы можете использовать здесь какой-то любой другой текст, а цифры деактивировать. Итак, смотрите, у меня тест есть. Я покажу полный вариант сертификата. У меня будет викторина, поэтому будет оценка. И вот здесь вместо «Text entry» вверху я прописываю слово «Оценка». Дальше ниже у нас высветится процент, какой ученик набрал. Кликаем левой кнопкой мыши. И опять же, если у вас нет викторины, не будет оценки, то вот здесь внизу вам просто нужно будет это отключить. «Grade show height», то есть убрать этот ползунок, и тогда оценка не будет отображаться. Имейте это в виду. Ну, у меня будет, поэтому я активирую эту опцию. Здесь я ничего не делаю, потому что здесь автоматически подставится процент. Дальше «Certificate number». Если вы хотите, чтобы был номер сертификата, вы можете его здесь настроить, чтобы он генерировался автоматически. Кликните левой кнопкой мыши, спуститесь в самый низ, и вот здесь внизу, во-первых, есть ползунок, вы можете выбрать, показывать или не показывать. Если он вам не нужен, просто деактивируйте. Если хотите, чтобы номер был, тогда ставьте активированным. И здесь есть два поля. Первое «Certificate number prefix». Это имеется в виду префикс для сертификата. Например, я бы хотела первые две буквы «AB» указать, тире. Второе поле здесь имеется в виду, сколько будет цифр после префикса. Ну, допустим, пять. И система будет автоматически генерировать в случайном порядке номер из пяти цифр. Ну, можно побольше, шесть, как хотите. Дальше дата сертификата будет генерироваться автоматически. Здесь ничего менять не нужно. Итак, давайте теперь посмотрим, что с настройками шрифтов. Это тоже здесь очень важно. Дело в том, что не все шрифты, которые здесь присутствуют, работают с кириллицей. Поэтому вот если я сейчас, например, обновлю наш сертификат и посмотрю, как он выглядит, кликните, чтобы посмотреть предпросмотр, кликните по серому полю, где мы настраивали внешний вид и кликните вот на значок сертификата, выбрать темплейт. Дальше вот здесь вот в правой, с правой стороны в разделе блок кликните на кнопку превью сертификейт. Сейчас откроется предпросмотр сертификата и вы увидите, что не все тексты, к сожалению, отображаются. Как видите, у нас тут вообще все в виде вопросов. Это значит, что по умолчанию здесь такие шрифты установлены, что они не работают с кириллицей. Поэтому вот все эти шрифты нам нужно поменять. Итак, переходим снова в настройки сертификата и смотрим, что здесь можно сделать. Итак, первое, кликаем «Отификат о завершении курса», первую строчку, дальше с правой стороны в разделе блок настраиваем внешний вид. Во-первых, вы можете указать, какой цвет будет, если необходимо, по умолчанию он черный. Здесь вы можете выбрать какой-то свой цвет. Дальше, размер шрифта. Я выберу чуть побольше, 24. И вот, пожалуй, самое интересное, это сам шрифт. Вот здесь вот есть список шрифтов, очень интересных и красивых, но, к сожалению, не все они работают с кириллицей. Сейчас я назову те шрифты, которые вы можете использовать в русском языке, здесь из списка, и используйте только их, потому что остальные работать не будут. Итак, первое, Антон не работает, Жозефин не работает, Лато тоже не работает, Мансеррат замечательно работает с кириллицей, можете любой из этих шрифтов Мансеррат использовать. Дальше, Open Sans замечательно работает, второй шрифт. Open Sans Condensed тоже работает, Oswald работает, Quicksense нет, Railway работает, то есть здесь разность варианта Railway. Дальше идут шрифты, которые не работают. Architects, Berkshire, Kavit работает, жирный и обычный шрифт, такой, более такой рукописный получится. Дальше, Dancing не работает, Herr von Müllerhoff не работает, дальше этот тоже нет, Patrick нет, Pinion нет, Sacramento нет, Mono нет, и дальше вот, Pt Mono работает, Robota Mono работает, Ubuntu да, Arvo нет, Garamond работает, дальше Libre нет, и два последних тоже работают, Meriweather и Natoserif. Вот эти два шрифта очень похожи, но они работают, вы можете вот их потестировать. Итак, только эти 12 шрифтов вы можете использовать в сертификате. Итак, еще раз, кликаем на первую строчку и выбираем тот шрифт, который будем использовать. Первый пропускаем, я буду использовать шрифт Oswald, Bolt означает жирный, обязательно нужно для переменных тоже поменять шрифт, потому что, как видите, вот имя и курс тоже не отображаются. Кликаем Course Title, также меняем размер шрифта и выбираем шрифт. Я тоже буду использовать Oswald. Дальше, выдан студенту, выбираем шрифт, имя студента, кликаем левой кнопкой мыши, поменяйте размер, если нужно, я оставлю так, как есть. Так, Oswald Bolt. Дальше, инструктор имя, здесь сделаем поменьше 14, оценка, тоже поменяйте для цифр, также шрифт возьмите по умолчанию, который у вас, сертификат, номер сертификата, также поменяйте, если вы особенно используете буквы, и дату. Кликаем на дату и меняем шрифт обязательно. все, итак, все поменяли, теперь обновляем, смотрим, что у нас получилось. Кликаем по серому полю, значок сертификата слева, preview certificate. Отлично, смотрите, все у нас тексты прописаны, все видно, проверьте еще раз, чтобы все отображалось, не было никаких вопросов, квадратиков и прочее. Итак, переходим снова в настройки нашего сертификата и посмотрим, как можно загрузить фоновое изображение. Сейчас по умолчанию у нас вот такое фоновое изображение, но вы можете загрузить свое. Размер этого фонового изображения минимум должен быть 1920 на 1357, либо большего размера, то есть такая вот прямоугольная прямоугольная картинка. Вы можете найти ее на стоках либо сделать самостоятельно. Итак, переходим в настройки, кликаем по серому полю, где мы настраивали сертификат, дальше кликаем на значок сертификата вот здесь вверху и с правой стороны в разделе блок есть кнопка upload image. Нажимаем на эту кнопку и загружаем картинку сертификатом. Я подготовила заранее вот такое изображение, выбрать и смотрите, все замечательно красиво у нас установилось. Все, нажимаем обновить. Шаблон сертификата у нас готов. Дальше нам необходимо этот шаблон прикрепить к курсу. Для этого выходим из редактора, с левой стороны вверху нажмите на значок WordPress. Дальше переходим в раздел WP-CourseWare курсы. Открываем курс для редактирования, нажимаем изменить. Переходим в раздел сертификаты и выбираем из списка выбрать сертификат, тот сертификат, который вы создали в качестве шаблона. В моем случае это сертификат для онлайн школы. Нажимаем обновить и проверяем, что у нас получилось. Нажмите предпросмотр сертификата. Замечательно. Как видите, здесь у нас подставилось название, подставилось имя, имя инструктора, и сертификат будет генерироваться номер автоматически, когда человек пройдет курс. Теперь давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы этот сертификат ваш ученик получил. Для этого нужно сделать еще некоторые настройки. Перейдите в админку вашего сайта, перейдите в раздел WP-CourseWare настройки. Дальше перейдите во вкладку Пользователи, спуститесь в самый низ, и здесь у нас есть опция Показать сертификат. Активируйте ее. Эта опция необходима для того, чтобы ваш ученик мог скачать сертификат в личном кабинете. Вообще, даже если вы не активируете эту опцию, ученик получит сертификат после прохождения курса. Но эта кнопка у него будет только в задании. То есть, например, когда ученик ваш будет проходить урок. Давайте посмотрим. Здесь уже полностью завершен курс, и на задании вот здесь внизу будет кнопка Скачать сертификат. Но в личном кабинете этой кнопки не будет, если вы не активируете вот здесь вот эту опцию. Поэтому ставим здесь галочку, нажимаем Сохранить настройки. И тогда ваш ученик, зайдя на страницу Личный кабинет, также увидит кнопку Скачать сертификат. Если у вас есть викторины, которые вы прикрепляете к курсу, к заданиям, то также нужно еще активировать опцию показа оценки. Для этого перейдите снова в настройки ВП-курс В. Дальше вот здесь вот пользователи, спуститесь вниз, и еще поставьте одну галочку Показать общий балл. Еще раз повторю, это только в том случае, если вы используете викторины. Если у вас викторин нет, тестов нет, то смысла в этом никакого тоже нет. То есть будет просто пустое поле без оценки. Итак, у меня викторина есть, поэтому я активирую эту опцию Сохранить настройки. Давайте перейдем в Личный кабинет, посмотрим, как сейчас выглядит Личный кабинет. Обновляем страницу. Итак, появилась дополнительная колонка Общая оценка, и там, где курс выполнен, там, где есть викторины, уже проставлена оценка. Итак, последний шаг, который мы сейчас сделаем, посмотрим путь нашего ученика от начала занятия на курсе до получения сертификата. Для этого я захожу как ученик на сайт под своим логином и паролем, перехожу в Личный кабинет курса, и здесь мне доступен курс. То есть я еще не завершила его, сертификат недоступен, оценки нет. Ученик кликает на заголовок курса, переходит к первому заданию, просматривает материал, нажимает на кнопку Выполнено, переходит к следующему. На следующем задании у меня установлена викторина. с ограничением по времени и блокирующая. Обязательно нужно ответить правильно на все вопросы. То есть это Вы настраиваете, когда создаете викторину, настраиваете эти условия. Нажимаем Начать викторину, отвечает на вопросы и предоставляет ответы. Итак, викторина пройдена, три из трех правильно отвечены. Переходим к следующему занятию, заданию. Выполняем его. И по завершении курса у нас появляется кнопка «Скачать сертификат». То есть на последнем уже задании, после того, как выполнено задание, либо заполнена викторина, появляется кнопка «Скачать сертификат». Ученик кликает на кнопку, открывается новая вкладка в браузере, и дальше ученик может уже скачать сертификат. Как видите, подставляется имя ученика, название курса, автора курса, имя автора, оценка, сгенерированный номер сертификата и дата. Такая же кнопка появится и в личном кабинете. Перейдем на сайт, в личный кабинет, в разделе «Курсы» напротив курса появилась кнопка «Скачать сертификат». И последнее, что я еще покажу в этом видео, это как назначить куратора для курса. Если вы обратили внимание, то вот здесь у нас сейчас указано, что куратор Анфиса Бреус, ну это то есть я автор сайта, и я здесь указана, как куратор, инструктор или как автор онлайн курса. Чтобы поменять куратора, назначить кого-то другого, вы должны сделать следующее. Перейдите в админку вашего сайта, дальше перейдите в раздел «Пользователи». Дальше вам нужно создать нового пользователя, либо выбрать из тех, кто у вас уже есть. Если у вас человек уже зарегистрирован, тот человек, который будет куратором, тогда просто нажмите «Изменить» и поменяйте его роль. Если же такого человека еще нет у вас здесь в списке, то вам нужно добавить нового пользователя. Нажмите на кнопку «Добавить нового» и заполните поля. Имя пользователя в латинице, это будет его логин. Емейл пропишите. Имя, то, как будет отображаться, фамилия. Если есть веб-сайт, обязательно. Когда вы пропишите здесь имя и фамилию, вам нужно будет обязательно выбрать то, как будет отображаться это имя из списка. Придумайте пароль и дальше нажмите «Добавить нового пользователя». Обязательно вот здесь вот роль выберите «Инструктор». Инструктор, да, чтобы этот человек был куратором вашего курса, который вы создадите. Галочку здесь оставляем, чтобы пришло письмо инструктору и он мог войти под логином и паролем. Итак, если такой пользователь у вас уже есть, то мы редактируем существующего. Переходим в «Все пользователи» и вот, например, давайте возьмем кого-нибудь. Например, вот у меня здесь есть пользователь. Нажимаем «Изменить». Дальше спускаемся ниже и роль обязательно меняем на «Инструктор». Прописываем обязательно имя, фамилию и отображать, как выбираем то, как будет отображаться. Вот это очень важно. Именно вот так будет отображаться на сертификате. Дальше спускаемся в самый низ и нажимаем на кнопку «Обновить информацию». Теперь нам нужно прикрепить этого куратора к курсу. Для этого переходим в раздел «Вп.Курс.Веа.Курсы». Открываем курс для редактирования. Спускаемся ниже. В настройках курса переходим в раздел «Куратор». Убираем куратора, который у нас здесь есть. По умолчанию это вы, администратор сайта. И начинаем писать имя куратора, которого вы занесли. Итак, в моем случае Наталья Иванова. Выбираем. Нажимаем «Обновить инструктора курса». ОК. И нажимаем «Обновить». С правой стороны вверху. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, что видит наш ученик после прохождения курса. Я открываю новый браузер. Итак, раньше у нас был инструктор Анфиса Бреус. Теперь переходим в личный кабинет, нажимаем «Скачать сертификат». Открывается новая вкладка в браузере. И вместо Анфисы Бреус у нас отображается куратор Наталья Иванова. Еще один момент, который я бы хотела озвучить в этом видео, это имя вашего студента. Здесь есть важный нюанс, и вы должны донести до ваших студентов, до ваших учеников важность заполнения полей имени и фамилии. Дело в том, что если у вас есть сертификат, и если ученик не прописал свое имя и фамилию, сюда оно автоматически не подставится. Подставится e-mail. Чтобы такого не произошло, вам нужно донести до ваших учеников, написать видео, или где-то это объяснить, может быть, на последнем задании, когда он будет выполнять, чтобы ученик обязательно зашел в свой личный кабинет, вот сюда, в раздел личный кабинет, перешел в детали профиля, в детали профиля и прописал имя и фамилию. Это очень важно. Имя, фамилию и отображаемое имя. Вот эти три поля обязательно нужно заполнить. По умолчанию они будут заполнены только в том случае, если у вас продукт был платный, и человек прошел через интернет-магазин, там заполняются эти поля. Но если это бесплатный, например, курс, то ваш ученик заполняет только e-mail, и вот эти поля остаются пустыми. Обязательно оповестите ваших учеников, чтобы в сертификате было указано имя, чтобы они обязательно отредактировали вот эти три поля. После редактирования спускаемся вниз, нажимаем сохранить изменения.